Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня вторник, 2 мая, в студии Руфина Ковалева. Я приветствую всех, кто находится сейчас вместе с нами. По традиции программа открывает обзор наиболее значимых событий, отмеченных в историческом календаре. Сегодня день памяти Святой Блаженной Матроны Московской, одной из самых любимых в народе святых. На ее могилу ежегодно приезжают тысячи паломников из всех уголков России и за рубежа. Святой Матроне молятся об извлечении от болезней, о здоровье близких. Сегодня Всемирный день борьбы с астмой. Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом коварном заболевании. Что касается исторических событий, 78 лет назад в этот день советские войска полностью овладели столицей Германии – Берлином. В завершающий период Великой Отечественной войны войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии. Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 9 лет назад в Одессе на одной из главных площадей города произошла трагедия, унесшая человеческие жизни. Это стало страшным эпизодом политического кризиса на Украине, начавшегося в конце 2013 года. Противостояние между противниками и сторонниками Евромайдана закончилось гибелью десятков людей. Напомним, что сторонники Евромайдана выступали за смену власти в стране и установление Украины на путь евроинтеграции, а противники – за восстановление порядка в государстве и против экстремизма праворадикальных группировок. 259 лет назад по приказу Екатерины II был заложен в воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Он стал первым в России детским домом. 2 мая свои именины отмечают обладатели имен Виктор, Георгий, Дмитрий и Семен. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как российская императрица Екатерина II, русский религиозный философ Василий Розанов, советский российский певец, заслуженный артист России Калабельды, советский и российский дирижер Валерий Гергиев, а также советский российский актер театра и кино, телеведущий Леонид Каневский. Таковы основные события, отмеченные в историческом календаре. Далее на нашей волне музыка. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Sубтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д пребывания должника, известный кредитору или лицу, действующий от имени, либо в его интересах. Запрещаются личные встречи более одного раза в неделю. Посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в неделю или более восьми раз в месяц. Не допускается взаимодействие с должником посредством телефонных сообщений, текстовых, голосовых или иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов утра, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 часов до 9 часов утра по местному времени, по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору или лицу, действующему от его имени и в его интересах. Общим числом более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, более 16 раз в месяц. Кредитору или лицу, действующее от имени или в его интересах при осуществлении непосредственного взаимодействия, запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок, или направляется сообщение должнику, либо об адрес электронной почты, с которого направляется сообщение, либо отправление электронного сообщения. Гражданин может отказаться от взаимодействия с коллекторами и микрокредитными компаниями. В случае получения такого уведомления кредитор не вправе осуществлять направление на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействия кредитора с любым третьим лицом, это члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи или любые другие физические лица, по инициативе кредитора могут осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий. Это первое. Имеется согласие должника на осуществление взаимодействия с третьим лицом. И второе. Третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия. Азамат Юрьевич. И последний вопрос. Куда именно обращаться тем гражданам, у которых имеются претензии? В случае, если у граждан возникли претензии к работе корректоров или микрофинансовых организаций, они могут заявить об этом в отдел правового обеспечения и введение государственной реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы среди приставов по Карачао-Черкесской Республике. Это необходимо будет обратиться по адресу город Черкесск, улица Свободы, 62, либо по телефону 21 39 23 в городе Черкесске, либо подав соответствующее заявление через интернет-приемную на сайте управления. Напомню, что на сайте управления возможно также записаться на личный прием ко всем должностным лицам управления посредством использования сервиса «Запись на прием». Узнать о имеющихся задолженностях и ограничениях и принять меры по погашению долга также позволяет сервис по ССП России на портале Госуслуг. Напомним, что сегодня у нас в студии был заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачао-Черкесии, заместитель главного судебного пристава Республики, майор внутренней службы Азамат Кишма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Исчезнувшие 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 вдохновенье Приходит вновь И мы отчитываем время И мы испытываем время Исчезнувшие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственная Единственная и святая Моя земля Земля моя родная С ума сходить не надо Не надо Свободная Лети без промедления Свободная Земля Исполнена терпенья И слепая в своем мгновении Победа Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем эфир Республиканского радио Сегодня, 2 мая, в большинстве цивилизованных стран мира Пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню Астмы Эта дата была назначена по решению Всемирной организации здравоохранения И на протяжении более четверти века ведется большая работа по предупреждению и лечению этой тяжелейшей болезни Это заболевание дыхательных путей, которое может привести к летальному исходу По данным эпидемиологических исследований, ею болеют в мире около 300 миллионов человек А в России это каждый 12-й человек Тему продолжит моя коллега Балду Байрамукова Причин заболеть астмой много Но главной является сужение просветов бронхов Вызывающий удушающий длительный кашель Отдышку Острую нехватку воздуха Чувство заложенности носа Появление свистящих, хлюпающих хрипов в груди И мало кто знает, что факторами риска являются сильные эмоции Холодный воздух Большие физические нагрузки К сожалению, данное заболевание очень распространено среди населения А если быть более точным, то ею страдают чуть больше 6% Обо всем этом и не только рассказала нам врач-терапевт, пульмонолог Городской поликлиники города Черкеска Белла Замихова Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное неинфекционное заболевание дыхательных путей Которое проявляется приступами удушья или дыхательного дискомфорта Которое может проявиться в виде свистящего дыхания, одышки, приступообразного кашля Особенно ночью или ранним утром Заболеть бронхиальной астмой можно в любом возрасте В основе данного заболевания лежит высокая чувствительность бронхов к разнообразным раздражителям В ответ к которым бронхи начинают сужаться Белла Арама давно подробно остановилась на факторах, способствующих заболеванию астмой В профилактике бронхиальной астмы выделяют три группы факторов риска, способствующих бронхиальной астме Первая группа – это предрасполагающие или внутренние факторы, или эндогенные, другими словами К которым относится наследственная или генетическая предрасположенность, катопия Следующая группа – это пол Мальчики в детстве болеют чаще, чем девочки В старшем возрасте заболеваемость женщин становится выше, чем у мужчин И третий фактор – это ожирение Люди, имеющие лишние килограммы, страдают от астмы чаще Следующая группа факторов – это причинные факторы То есть факторы, непосредственно вызывающие развитие бронхиальной астмы Это многочисленные аллергены, которые нас окружают Бытовые, домашняя пыль, животные, тараканы, различные насекомые, грибки Внешние аллергены, пыльца растений, деревья Профессиональные аллергены, пищевые продукты и лекарственные препараты И третья группа факторов – это частые респираторные инфекции, воздушные полютанты, курение, пищевые продукты и содержащиеся в них консерванты Бронхиальная астма представляет глобальную проблему здравоохранения Сегодня в мире около 300 миллионов больных страдают этой нозологией У многих отмечается сохранение и развитие симптомов заболевания Которые препятствуют выполнению повседневной активности человека А также являются причиной низкого качества жизни И впоследствии могут приводить к нетрудоспособности Именно поэтому врачи бьют тревогу, дабы предотвратить заболевание И причем на причины развития болезни можно воздействовать Профилактика астм подразделяется на три этапа Каждый из которых способен предупредить образование недуга Замедлить развитие, уменьшить частоту приступов И облегчить течение уже сформировавшегося заболевания Первичная профилактика включает в себя отказ от вредных привычек В особенности от курения Частое проветривание помещений Регулярные прогулки на свежем воздухе Уменьшение числа бытовых и пищевых аллергенов То есть соблюдение гипоаллергенной диеты Отказ от чрезмерного употребления бытовой химии, парфюмерии и так далее Врач-терапевт-пульмонолог с ожелением отметила Что часть нашего населения злобоупотребляет приемом лекарств Что зачастую приводит к нежелательным последствиям Прием лекарственных препаратов должен быть согласован с врачом Безконтрольно определенные лекарственные препараты нельзя принимать Потому что они тоже могут способствовать сенсибилизации организма И со временем приводить к той же бронхиальной астме И здоровый образ жизни является самым простым средством Поддержания правильной работы иммунной системы Среди пациентов не угасает спор Астма – наследственная или приобретенная нозология По словам моей собеседницы, нельзя исключить ни то, ни другое Чаще всего бронхиальная астма – это все-таки врожденное состояние Потому что большое значение имеет вот эта наследственная Или генетическая предрасположенность к атопии Человек уже рождается с определенным генотипом При воздействии факторов окружающей среды Вот аллергены различные, другие факторы У человека может развиться бронхиальная астма Вот при благоприятных для этого условиях Это можно назвать наследственной или генетической предрасположенностью К развитию бронхиальной астмы В случае заболевания астмой у взрослых Можно сказать, что она станет хронической болезнью Которая требует постоянный контроль Но если же у детей, то своевременное лечение может победить астму И есть надежда на то, что она совсем пройдет Родители должны стремиться к тому, чтобы максимально проводить профилактику У ребенка бронхиальной астмы В особенности, если один из родителей уже является аллергиком или астматиком И вот вышеперечисленный мною перечень первичной профилактики Как раз направлен на то, чтобы максимально снизить Возможность развития бронхиальной астмы у ребенка К счастью, современная медицина может вылечить от многих нозологии А при своевременном обращении к врачу и от астмы вылечиться можно Так тому же в Карачаево-Черкесии есть уникальная возможность Пролечиться в специализированных санаториях А главное, нужно помнить, что современная медикаментозная терапия Делает возможным человеку, страдающему бронхиальной астмой Вести нормальный образ жизни, работать и практически не вспоминать о своем диагнозе Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Делай то, что действительно важно Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51 На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаева Черкесия Республика подошла к концу Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации звукорежиссер и оператор монтажа Ансар Кубанов Мы с вами прощаемся Удачного дня и отличного настроения Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...